На этой неделе прошел финальный тур творческого состязания «Агитбригад». На протяжении нескольких месяцев учащиеся школ демонстрировали самые популярные виды летнего отдыха. Кто стал лидером в районном конкурсе «Агитбригад Лето-2015» расскажут наши корреспонденты. Лето – это маленькая жизнь. Под таким девизом прошел заключительный этап районного конкурса «Агитбригад». Ребята из всех школ Славянского района принимали участие в зональных этапах конкурса, пропагандировали правильное питание, чистоту и гигиену, занятия физкультурой и спортом, полноценный сон, отказ от вредных привычек. До финала дошли лишь 11 команд. Сегодняшнее мероприятие у нас преследует следующая цель. Все «Агитбригады» согласно положению должны выработать единую конву. Они сегодня в своей восьмиминутной программе должны полностью раскрыть тематику летнего оздоровления детей. Это лагеря дневного пребывания, это ремонтные бригады, это детские площадки, это спортивные состязания, это походы, это моря, но все, чем может заняться ребенок летом. На соцзрители ребята выносили импровизированные выступления о формах досуга в летние каникулы. Говорили о том, как сделать отдых не только интересным и запоминающимся, но и как провести его с пользой для здоровья. Сегодня будем показывать детям, чтобы они знали, как надо что вести, чтобы был здоровый образ жизни. Они занимались неплохими действиями. Мне это очень важно, потому что каждый человек должен вести здоровый образ жизни. Мы хотим, чтобы дети не проводили пассивный отдых, а чтобы они стремились отдыхать активно, чтобы было у них веселое лето. Все выступления получились яркими, талантливыми и совершенно не похожими одно на другое, несмотря на общую тему. Все ребята были едины в одном. Современная молодежь за здоровый образ жизни и спорт. По итогам конкурса третье место поделили агитбригады 17 и 21 школ. На втором месте петровчане из школы номер 29. Первыми в районном конкурсе среди образовательных учреждений стали самые юные ребята из агитбригады «Дорога у добра» школы номер 43.